Кукла в жизни ребенка дошкольного возраста, наверное, это самая главная игрушка. И она сопровождает его на протяжении всего этого периода развития. Как же выбрать куклу? Всем ли детям нужны куклы? Очень важный вопрос, нужны ли куклы мальчикам? И какие куклы нужны в каком возрасте? Постараемся сейчас ответить на эти вопросы. Самая первая кукла, которая может появиться у ребенка в возрасте 2-3 лет, а может быть даже и раньше, будет очень хорошо, если это будет кукла мягкая, мягкая внутри. Потому что эту куклу можно прижимать к себе, она может принимать разные позы, она может по-разному двигаться, и она достаточно безопасная, если ребенок совершает еще какие-то не очень ловкие движения с ней. Очень хорошо, когда у куклы такое выражение лица, такое открытое выражение лица, открытое для разных эмоций, открытое для разных переживаний. Когда ребенок может представить, что она смеется или грустит, что она чему-то радуется или переживает за кого-то. И когда это лицо позволяет представить любое выражение, тогда игра ребенка будет богаче. Самые первые игры с куклами требуют помощи. Конечно же, помощи взрослого или помощи более старшего ребенка, старшей сестры или даже старшего брата, каких-то друзей во дворе или в детском саду. И первые игры с куклой носят такой немножечко еще процессуальный характер. То есть в игре отображается некоторый процесс, когда ребенок кормит куклу, когда он ее успокаивает, укачивает, когда он ее лечит, мерит ей температуру и смотрит, как идет процесс выздоровления. То есть это такие игры, в которых содержанием игры является процесс. Для детей немножечко постарше открываются сюжеты, в которых уже есть отношения между персонажами, в которых они могут разыгрывать разные проблемы, конфликты или какие-то события, которые их волнуют или которые являются для них значимыми. Для детей младшего дошкольного возраста, для детей трех-пяти лет, хорошо подойдут куклы примерно такого размера. Это куклы от 50 до 30 сантиметров, если мы идем по уменьшению. Для детей более старшего возраста подойдут куклы более мелкого размера. Очень хорошо, когда у куклы есть комплект сменной одежды, сезонной, когда ребенок может взять ее с собой на прогулку, когда он может, меняя одежду для улицы или для дома, варьировать сюжеты. Но это не только разнообразит его игровые, какие-то истории, но и позволит сделать то, ради чего, собственно говоря, кукла и нужна. Для того, чтобы проявлять о ней заботу. Для того, чтобы она стала надежным другом и помощником. Такая одежда для детей младшего дошкольного возраста должна быть достаточно удобной. Для того, чтобы ребенок не очень сильно зацикливался на какой-то технической стороне игры. Для того, чтобы кукла сопровождала его во время его сюжета или истории. Очень много вопросов есть про то, нужна ли кукла мальчикам. Конечно, нужна. И если эта кукла появляется в достаточно раннем возрасте, сейчас можно найти достаточно симпатичных мальчишек. Тогда мальчику будет гораздо проще погрузиться и понять мир сложных эмоциональных отношений, которые есть между людьми, и помочь выразить эти отношения. Потому что, скорее всего, только при игре с куклой или при игре, допустим, с плюшевым мишкой мальчики могут погрузиться в эту тему и получить большой ресурс для их внутреннего эмоционального развития. Поэтому куклы-мальчики нужны разные и в разных возрастах. В более старшем возрасте, конечно же, подойдут солдатики или какие-то куклы-воины и так далее. Но первая кукла, которая появляется у мальчика 2-3 лет, это, конечно же, такая вот обычная традиционная кукла. Очень хорошо, когда она мягкая, ее можно взять с собой в кровать. Для того, чтобы кукла жила, для того, чтобы не только девочки, но и мальчики могли играть в куклы, ее нужно ввести в жизнь ребенка. То есть поначалу взрослый знакомит ребенка с куклой, знакомит с теми игровыми действиями, которые можно совершать с ней. Это забота о ней, кормление, уход. И потом какие-то первые игры. Когда кукла сопровождает ребенка в течение его дня, идет вместе с ним кушать. Или, допустим, если это кукла пластиковая, она может купаться. Если у нее пластиковое тело, она может отправиться и в ванну вместе с ребенком. Она может испачкаться кашей, или ее можно намазать, допустим, кремом. Это разнообразит игровые действия. Поэтому, конечно же, хорошо, когда у ребенка есть не только мягкая кукла, с которой не все можно сделать в игре, но и кукла, которая выполнена из материала, который может выдержать любые нагрузки, скажем так. Такие куклы, у которых также есть обувь и одежда, они позволяют разыгрывать самые разные сюжеты в разных играх дошкольников. Очень много есть вопросов про куклу, которая называется Babyborn. И это, конечно же, в первую очередь кукла для тех сюжетов, которые связаны с уходом за ребенком, для игр в дочки-матери. Она подойдет так же, как и девочкам, так и мальчикам. Потому что мальчики, пробуя себя в роли отца, в роли того, кто заботится о семье, того, кто заботится о малыше, также получают очень богатый и разнообразный опыт переживания этих чувств и спокойного и свободного выражения этих действий, таких актов человеческой заботы. Для более старших детей дошкольного возраста этот возраст от 5-6 лет подойдут наравне с традиционными куклами достаточно большого размера, также и куклы маленькие. Эти куклы больше подходят для так называемой режиссерской игры или для игр драматизации. В этом возрасте особо актуальными, особо интересующими детей становятся сказочные сюжеты. Дети знакомятся с миром сказок, пылин, волшебных историй. И для этого подойдут более маленькие куколки, которые умещаются у ребенка в ладошки, которых можно взять с собой. Для разыгрывания сказочных сюжетов, конечно же, возможно, потребуются не только сами куклы, но и какие-то персонажи сказочные, волшебные или животные, которые помогают сделать сюжет. И также очень важно, если у ребенка есть возможность поместить кукол в пространство дома, потому что для детей этого возраста переживания себя в доме и себя вне дома становятся более важными. Если мы возьмем традиционный сказочный сюжет, то это всегда история о том, как герой покидает дом, отправляется в какое-то приключение, с ним что-то происходит. Помимо того, что с ним происходят какие-то события, герой приобретает какие-то внутренние качества. И именно это является на самом деле содержанием игры детей старшего дошкольного возраста. Поэтому какие маркеры пространства, как дом, или хотя бы что-то, из чего можно сделать этот домик, в котором располагаются его жители, будет очень важным для создания игрового пространства. То есть есть пространство дома и есть пространство какой-то проблемы, какой-то травмы, какого-то вызова, который очень интересует, который будоражит, зовет к себе и к которому отправляются его герои за приключениями и за поиском каких-то важных внутренних качеств. Так что для игр такой сюжетной тематики подойдут куколки небольшие, которые изображают членов семьи. Допустим, это мама, папа, бабушка, такой небольшой стандартный набор, дети. Также хорошо, если в нем присутствуют мужские фигуры. Это фигуры отца, допустим, дедушки или героя, сказки или героя в какой-то истории. Такой стандартный набор из обычных членов семьи, мама, папа, бабушка, дедушка и один-двое детей позволит развернуть ребенку не только сказочные сюжеты, которые его интересуют, но и обычные бытовые, ежедневные. Как живет семья, как встроен ее распорядок, какие у нее есть сложности, которые могут как-то волновать ребенка. Например, появление в доме еще одного малыша. И связанные с этим переживания, связанные с этим изменения, которые происходят. Такие сюжеты помогут ребенку, проигрывание таких сюжетов поможет ребенку пережить эти тяжелые для него эмоциональные сложные моменты и найти какие-то ресурсы для преодоления своих возможных страхов или переживаний. Небольшие такие комплекты, они позволяют детям достаточно открытые для различных историй, они позволяют детям проецировать свои эмоции, свои чувства для того, чтобы выразить то, что их волнует. Те переживания или, наоборот, те акты заботы и внимания, которые могут люди передавать друг к другу. Если мы говорим о детях более старшего возраста, конечно же, здесь, скорее всего, мы уже говорим о девочках 6, 7, 8, 9 лет. Они тоже продолжают играть в куклы, и это очень важно. Продлить этот возраст как можно дольше, хотя бы лет до 10, до 11. Если мы возьмем и посмотрим на пропорции кукол, то мы увидим, что, например, вот эта кукла, она такая плотная, и это в большей степени отражает пропорции ребенка дошкольного возраста. Чуть больше размер головы и такие плотные тельцы, ручки и ножки. Для детей постарше, для того, чтобы идентификация с куклой проходила более естественно, мы, наверное, обратимся к другим пропорциям. Более стройная, чуть меньше голова по отношению к телу и немножко другое выражение лица. Также важно, всегда важно, если у куклы есть возможность причесывать ее, делать какие-то прически, как-то менять ее внешность, потому что для девочки в ее играх важно не только как-то преобразовывать саму куклу и искать какой-то свой внутренний облик, свой образ, фактически выстраивая свой имидж, но и представлять ее различными персонажами, различными характерами, различными героинями. Это может быть девочка, как она сама, это может быть ее подружка, это может быть ее соперница, соперница, а также это может быть принцесса или какая-то Алиса в стране чудес. То есть возможность трансформации, возможность переодеть ее, возможность сделать какую-то другую прическу для девочек более старшего возраста здесь является, конечно, неоспоримым достоинством куклы, если с ней можно производить какие-то преобразования. Очень важный вопрос, сколько же кукол нужно ребенку. Если мы говорим о девочках, то, конечно же, немножко больше, чем мальчикам, но не так много, как можно себе представить. Вот такая кукла-подружка нужна на самом деле одна. Можно потратить время, силы, расспросить всех знакомых для того, чтобы выбрать хорошую куклу. Конечно же, важно, если ребенок имеет возможность принять в этом участие, посмотреть ее на картинки или прийти вместе в магазин и выбрать ровно ту, которая ему больше нравится. Кукла-подружка нужна одна. Конечно же, ей нужны подружки, ей нужны какие-то собеседники. И возможно, что это будут какие-то куклы, немножко другие, другого размера, другого материала, другой одежды. Хорошо, если у ребенка есть вот такой малыш, маленький пупсик, за которым можно ухаживать, которым можно заботиться. И это не только кукла, которая позволяет развернуть сюжеты ухода и заботы, но это еще та кукла, которая позволяет спроецировать туда какие-то переживания самого ребенка. Потому что такие переживания, как беспомощность, уязвимость, ранимость, они чаще всего проецируются в куклу маленького размера. Сколько же кукол нужно ребенку? Необходимый достаточный минимум это около 10, может быть, около 10 фигурок разной формы, разной величины, разного материала. Конечно же, очень хорошо, если есть кукла, которую можно купать, брать с собой в ванну. Важно, чтобы кукол было немного и важно еще, если их все-таки становится много, чтобы их было не так много в поле зрения ребенка. То есть часть кукол мы можем убирать на какое-то время и потом менять их постоянный состав, скажем так. Ну и подводя итог, можно сказать, что кукла это одна из самых важных игрушек в жизни ребенка, в его игре, в его развитии. это, если можно так сказать, это альтер-эго ребенка, мое второе я. Это то, это та игрушка, в которую ребенок может выразить самого себя. В этом выражении, в этом контакте, в этом диалоге понять самого себя, услышать самого себя и прийти в итоге к самому себе. Это игрушка, которая позволяет проникнуть в мир человеческих отношений. Наверное, самый сложный, самый волшебный, самый захватывающий мир, который окружает ребенка в дошкольном возрасте. И это та игрушка, которая позволяет ему понять мир внутри себя и вокруг себя. Пока.